Продолжение следует... Ему нужно было алиби, доказательство его любви. А этот американец только начал охоту на русскую невесту. Это флаг Америки? Слушай, детка, я тебя уже заранее люблю. Тебе осталось только прилететь ко мне. Пусть этот поцелуй долетит до самой России. Привет, меня зовут Юля. Здорово, я люблю Джулия. Я жизнерадостная, добрая, заботливая. Я хочу встретить доброго, искреннего, романтичного, предприимчивого, тесного мужчину. Я хочу встретить доброго, искреннего, аттрактивного и сюрпризового мужчину. Пока-пока. Привет, Майкл. Заходите, ребята. Простите за беспорядок. Эй, узнаете, кто это? Мы уже планировали с ней свадьбу. Здесь, в Америке. История женитьбы американца Джеймса и русской певицы Валерии похожа на шпионский детектив. В большом бизнесе большие аферы. Я переписывался с ней по интернету три месяца, понимаешь, три месяца. Мне так нравились ее письма, и она говорила, что ей нравились мои. Джеймс искал себе русскую жену. Красивую, добрую, образованную. И, кажется, нашел то, что искал. Я предложил ей выйти за меня замуж, и она сказала мне «да». Понимаешь? Она сказала мне «да». Маленькие джессики смеются тик-так. Ни о чем не жалей и любить просто так. Джеймс Джонсон – один из тысяч американцев-холостяков, ищущих себе жену в интернете. Но не он открыл Америку. Русских невест в большом ассортименте экспортировали в США еще в начале 20 века. С приходом интернета способы экспорта русских красавиц в новый свет сильно изменились. По официальным данным на сегодняшний день зарегистрировано более 500 фирм, оказывающих услуги по подбору русских невест для иностранцев. За последние десятилетия по специальным визам невест только в Штаты приехало 75 тысяч девушек из России. А это 18% от числа легальных иммигрантов, переселившихся в Америку. Такой бизнес давно называют «невестой почты». В компьютере даже есть специальный раздел «нажмите на эту кнопку и положите невесту в корзину для покупок». Недавно на такую кнопку как раз и нажал американец Джеймс Джонсон. Когда Джеймс увидел в интернете фото очаровательной блондинки с большими голубыми глазами, он влюбился в нее с первого взгляда. Как следовало из интернет-страницы, таинственную русскую незнакомку звали Юлия Горохова. Джеймс написал Юлии электронное письмо без всякой надежды на ответ. И когда вдруг в своей электронной почте американец увидел письмо от россиянки, он был на седьмом дне. Дорогой Джеймс, я живу в маленьком городке Аксакова. Работаю медсестрой в больнице. Зарплата всего 200 долларов в месяц. Моя мама умерла, когда я родилась. Отец погиб прошлым летом. Он был милиционером, его застрелили во время работы. Ничто меня больше не держит в этой стране. Я пытаюсь найти любовь. Я понял, что влюбился, как никогда в жизни. Я готов был ради нее на все. По просьбе агентства, которое меня с ней познакомило, с этой Юлей, я выслал ей на билет 1064 доллара и ждал в Америке. Вскоре Юлия написала мне уже из Москвы. Милый Джеймс, консул сказал, что я не смогу пройти таможню, если у меня с собой будет меньше 2500 долларов. Ты не мог бы прислать мне эти деньги. А в аэропорту я бы сразу тебе их отдала. Конечно, я послал их. Она же указала и дату прилета, и номер рейса. Я купил цветы, конфеты, позвал друзей. Старый дурак. Я летал в небесах от счастья. Когда мошенники получили от Джеймса 3500 долларов, прекрасная русская невеста с лицом певицы Валерии и именем Юлия Горохова навсегда исчезла. Таких же облапошенных с помощью фотографий Валерия Женихов оказалось в Америке несколько десятков. Более того, похожие аферы проворачивались фотографиями певицы Татьяны Обсиянко, актрисы Екатерины Гусевой и других российских знаменитостей. Все письма от бедной Юлии были похожи, как две капли воды. История даже попала на первой странице российских газет, но найти концы фирмы Wings Travel никому не удалось. А певица Валерия понятия не имела, что является интернет-наживкой. Дело в том, что губу раскатали. Как они себе могли представить, что такая красивая женщина может быть в интернете? Джеймс, дорогой, считай, что вот эти деньги, тобой потраченные, это аванс за то, что ты все-таки встретишь в самом ближайшем будущем свою единственную и неповторимую. Wings Travel только одно из брачных агентств, которая являлась ширмой для откровенных мошенников. Но далеко не всегда из американцев вымогают деньги с помощью липовых фирм. Часто свои проблемы решают и сами русские красавицы без чьей-либо помощи. Комбинация, которую провернула новоиспеченная американка, можно смело заносить в книгу рекордов Гиннеса. США, штат Огайо, город Кливленд. Придя однажды домой, американец Майкл Коваль обнаружил, что его молодая русская жена пропала вместе со своими двумя детьми. Исчезли также две с половиной тысячи долларов, все совместные фотографии, видеокассеты и даже полка с кухни. Коваль обратился в полицию, но там сказали, что ничем не могут ему помочь. Ваша жена уже в таком возрасте, когда может сама решать, хочет она жить с вами или хочет уйти от вас, ответили в полицейском участке. Майкл не работал, так как получал пособие по инвалидности. Официально женат никогда не был. Одинокая жизнь в квартире с видом на железную дорогу 44-летнему американцу порядком поднадоела. Я увидел ее фотографию в интернете, завязалась переписка. Наташа говорила, что русские женщины верные и никогда не бросают своих мужей. Конечно, мне это понравилось. Их свидание состоялось на нейтральной территории, в Испании. А затем Коваль приехал к Наташе в Архангельск. Вскоре она перебралась с детьми от первого брака в Америку и вдруг исчезла. Причем Наталья была на третьем месяце беременности. Многие американцы по-прежнему считают Россию очень бедной страной. Но высоко ценят красоту русских женщин. Поэтому заморские женихи уверены, что за возможность жить в богатой, благополучной Америке их русские избранницы будут готовы абсолютно на все. Но лакомый кусочек часто оказывается с горьким привкусом. Я никогда ее не обижал, тем более не бил. Сделал на Рождество вот этот подарок Диме, а этот дочке Саше купил кровать двухъярусную. Ну, были ссоры, в любой семье случаются, но ничего особенного. Ковалю не могло присниться даже в кошмарном сне, что на момент, когда он вел любимую под венец, она все еще была замужем за другим человеком. Наведя справки о Наталье Коваль, которая до американского замужества была Натальей Балиевской, мы наткнулись на целую серию публикаций в архангельских газетах. Если верить прессе, эта женщина находилась в розыске за незаконный вывоз российских детей за рубеж и махинации с документами. Выкрывал у бухгалтера. Я бухгалтеру на работе оставлял листы с подписями. Ну, так, время от времени. Взяв в тайне от Андрея его паспорт, она пришла в суд с другим человеком, вероятно, похожим на своего мужа, и оформила развод. Более того, уже расписавшись без лишнего шума с Майклом Ковалем, она справляла в Архангельске очередную годовщину свадьбы с ничего не ведающим Андреем Балиевским. Пожив какое-то время в скромной квартирке своего американского мужа в пригороде Кливленда, Наталья решила, что надо действовать дальше и сделала судьбоносный звонок в полицию. Если человек говорит, что я боюсь, я боюсь за себя, за своих детей, я боюсь за свою жизнь и здоровье, с полиции приезжает социальный работник и вывозит ее в специальное убежище. Никто не проверяет правдивость слов. Все разбирательства происходят потом. Нам удалось разыскать Наталью в одном из таких убежищ. Она сказала, что жизнь в Архангельске с первым мужем была невыносимой, а Майкл Коваль оказался не тем человеком, за которого себя выдавал вначале. У меня только одна цель, чтобы дети мои росли, здоровыми, получили образование и были просто хорошими людьми. Я не на честь, не на папиной, не на маминой. Я просто живу своей жизнью. Лично для меня все, что важно, это только выжить. История эта длится уже пять лет. Майкл Коваль остался ни с чем и очень зол на свою невесту по почте. Это стоило мне кучу денег. Я никогда больше не женю с помощью интернета и другим не советую. Сначала женщину нужно получше узнать. Но не все американцы, желающие иметь заморскую жену, так быстро отказываются от своих намерений. Неудача с Валерией не охладила пыл Джеймса Джонсона. Он продолжает искать в интернете русскую невесту. Эти интернет-страницы с фотографиями русских женщин как наркотик. Тысячи, десятки тысяч. Высокие, маленькие, блондинки, рыжие. Хочешь найти интеллигентно образованную сверстницу? Нет никаких проблем. Вон их сколько. Но зачем мне нужна женщина 50 лет, если тебя готова полюбить любая из этих 20-летних? О, мой бог, они все так хороши, эти твои русские. К приезду таинственной незнакомки Джеймс готовится по всем правилам. Когда ко мне приедет русская невеста, я прежде всего должен научить ее английскому, правильно? Вот смотри, что я придумал. Я расклеил это по всему дому. Смотри, зеркало, раковина. О, посмотри. Вот это же кто-то должен мыть, или эта гора будет только разрастаться? Где моя русская жена? Это стол. Это туалет. Это моя детка. Привет, дорогая. Это унитаз. Кстати, Майкл, а в вашей стране такие же унитазы? Имеющим свои довольно типичные для многих американцев представления России, Джеймс рассылает будущим невестам собственные фото. А вот так, давай, давай еще раз снимем с руками. О, отлично. Для той единственной и неповторимой, которую из тысяч выберет американец, он приготовил особый сюрприз. Посмотри на мои мускулы, малышка. Я номер один, самый лучший. Это мышцы, чтобы резать мясо. Приедешь и получишь меня всего. А это наш флаг. Вот он какой, флаг Америки. Приезжай к нам побыстрее. Хочу, чтобы этот поцелуй долетел до тебя. Каждый день Джеймс находит в интернете сотни новых фотографий русских девушек. И обязательно заканчивает день просмотром старой видеопленки, переписанной у друга. Проблема интернациональных браков, заключаемых с помощью интернета, к сожалению, не ограничивается мошенничеством брачных агентств и проделками российских псевдоневест. Трагедия, разыгравшаяся в Сиэтле, самое громкое предупреждение об опасности виртуальных браков. Русская жена американца Индла Кинга, прощаясь в родном Бешкеке со своими родителями, обещала им, что как только вернется с мужем в Америку, сразу позвонит. Но звонка от дочери родители так и не дождались. В Сиэтле она не появлялась ни на работе, ни в университете. 20-летняя Анастасия Соловьева бесследно исчезла. В Америке ее стала разыскивать полиция. Потом подключилась ФБР, а затем и Интерпол. Муж загадочно пропавшей Насти Индл Кинг на допросе у следователей сообщил, что из Бешкека они вдвоем приехали в Москву. Там он поссорился с женой и улетел в Америку один, а Настя осталась в России. Про них все говорили. Какая странная пара. Она 18-летняя красавица. Он почти на голову ее ниже, вдвое толще и на 21 год старше. Анастасии родители дали все, что могли. Тася знала три языка, прекрасно играла на фортепиано, готовилась к поступлению в консерваторию. Красивая, хорошо воспитанная девушка в родном Бешкеке несомненно нашла бы себе достойную половину. Но родителям хотелось, чтобы ее мужем стал Индл Кинг. Он американец, а значит, как им казалось, небожитель. Романтика. Вот там что-то за океаном. Вот там что-то не такое. Вот там что-то другое. Понимаете, мы такие люди, которые не знаем жизни. Двоюродная сестра Анастасии удачно вышла замуж за немца. А Левтина мечтала, чтобы и ее дочь нашла себе состоятельного иностранца. Как только Тася исполнилось 18, мать отнесла ее фото в брачное агентство. В каталоге Анастасия Соловьева значилась под номером Н-245. Индл Кинг впервые приезжал в Россию в 1992 году и был сражен красотой русских женщин. Американец стал бредить послушной, хорошо образованной блондинкой, держащей его под руку. Это было бы для него компенсацией за жизненные неудачи. Кинг желал иметь жену, олицетворяющую его успех. На самом деле, имея два высших образования, он терял одну должность за другой и погряз в долгах. Последнее место его работы был супермаркет Костко, где Индла использовали на низкооплачиваемых участках. Когда в каталоге Кинг увидел девушку под номером Н-245, он был поражен и ее внешностью, и кругом ее интересов. Анастасия Соловьева писала, что любит классическую музыку и мечтает о семье и ребенке. Купив адрес Анастасии менее чем за 50 центов, Кинг начал писать в Киргизию, представляясь обеспеченным, высокообразованным человеком. Затем Индл Кинг направился в Бешкек покорять сердце невесты. Но все оказалось гораздо проще. Понравиться нужно было не Анастасии, а ее маме, которая уже заочно симпатизировала Кингу лишь за его американский паспорт. И нам казалось, что у нас же девочка отличница, у нее все красные дипломы. Она имеет право, вот я так думала про себя, она имеет право увидеть больше что-то, чем Бешкек. Дочь слушала родителей, доверяла им и соглашалась на все, лишь бы они были довольны. На глазах Алифтины и Анатолия словно была пелена. Ты на Ирину так не смотри. Как? Сам знаешь, как. Охота на изюбря. Кинороман новейшей истории. Я все для тебя сделаю. Все, что скажешь. Ты зачем это, Денис? Скоро. На первом. Шоу в пользу благотворительной организации Stars, Stripes and Skates. Одна из лучших фигуристок мира. Любимица Нью-Йорка Сара Хьюз возвращается в Лонд-Гайленд и не одна, а со своими друзьями-олимпийцами. В программе принимают участие Алексей Ягудин, Елена Бережна и Антон Сихарулидзе, шестикратный чемпион Америки Тодд Элдридж. И, конечно, сама Сара Хьюз. Также не пропустите специальное выступление известной певицы Ашанти. Сара Хьюз и ее друзья. Только одно шоу в Несса Колесиум. САМАЯ ЯРКАЯ ЗВЕЗДА СОВЕТСКОГО КИНО Самая счастливая женщина СССР. Он говорил, на меня же они меня пожирают глазами, все эти люди. Они же хотят до меня дотронуться. Они заглядывают, так сказать, под мои волосы и ищут эти шрамы. Ее официальная биография – миф. Ей не принадлежала ни ее судьба, ни ее личная жизнь. Сего никто о них не знал. Впервые сенсационные документы и свидетельства «Три любви. Любови Орловой». В четверг на Первом канале. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. И понял я, что значит слово «счастье». А я так счастлива. Это прямо кандовство. Я буду ждать вас. Русская классика в кино. Воскресенье. На Первом канале. В международном бизнесе замужеств по интернету в США два десятилетия доминировали филиппинки. Но с 91-го года самыми популярными невестами почты стали русские женщины. Американские женихи платят до 10 тысяч долларов, только чтобы приехать в Москву или Санкт-Петербург и познакомиться с теми, кого они выбрали по каталогу, видеокассетам и интернету. Затем к этому добавляются расходы на оформление документов выбранной невесты, покупку билетов и так далее. Ингл Кинг знал, что цель оправдает средства. Добившись руки и сердца молодой красавицы, он возвышался не только в своих глазах, но и в глазах окружающих. Рядом с Анастасией он переставал быть неудачником. Настя не хотела вообще этого. Это мы с Толиком это решили за нее, за ребенка. По настоянию родителей, Стася все-таки полетела в США. И мы даже не заподозрили, что мы вступаем на путь. Вот мы уже первый шаг сделали к нашей трагедии. Американский жених пообещал, что поможет с обучением девушки в университете Сиатла. Но уже через несколько дней после ее приезда поставил условия. Он даст деньги на обучение только в том случае, если Анастасия станет его женой. Мама настоятельно советовала зацепиться в Америке. А то, что к жениху совсем не лежала душа, не беда. Стерпится, слюбится. Тася, приученная с детства делать все, как говорили родители, дала американцу согласие на замужество. И вскоре стала миссис Кенк. Спустя два года Анастасия Соловьева загадочно пропала. О механизме выхода замуж за иностранцев известно сейчас довольно много. Девушки относят свои фотографии в брачные агентства. Выбирают не они, выбирают их. Если из тысяч претенденток выбор иностранного жениха пал на 5-6 кандидаток, россиянки считают, что им уже несказанно повезло. Когда он выбирает себе жену, он действительно ее выбирает, простите, как вот какую-то вещь или как мебель. Что бы была. Заокеанского жениха встречает хлебом с солью представительница брачного агентства. К его услугам выводят сразу комплект невест, которых американец предварительно отобрал по фотографиям и видеокаталогам. Конкурентки сидят рядом. Их по одной вызывают к столу на беседу и унизительную оценку внешности. Другого способа выйти замуж за американца девушки почему-то не знают. Он будет смотреть, какое у нее здоровье, какие у нее зубы. Почему? Потому что зубы, простите, стоят дорого, а расходы будут идти из семейного бюджета. И даже вот американцы, которые приезжают в Москву и видят, что уже женщина, которая ему понравилась, у нее какой-то дефект, зубы, о, хорошо, мы это поправим. И он запишет себе, сколько, значит, ему придется, так сказать, эту смету составить. Горох. Огурец. 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 И яйца. Яйца. Очень хорошо. Яйца. Окей, и делай его. В свои 50 лет один из американских приятелей Людмилы никак не мог выбрать, на ком из двух русских девушек ему жениться. Он даже разделил пополам листок бумаги. Ага, одна блондинка, другая брюнетка. У одной зубы в порядке, у другой немного с дефектом. У одной грудь хорошего размера, у другой немножечко плоская. Но вот это в сексе немножко получше, чем это. Он написал 14 пунктов. Несмотря на все заведомо известные унижения, русские девушки, особенно из провинции, где жизненный уровень гораздо ниже столичного, все равно мечтают вырваться из нищеты и безысходности с помощью американского чуда. О том, чем в реальности оборачивается для наших женщин мечта о заокеанском принце на белом коне, невесты и их родители практически не представляют. Переезд в другую страну, особенно чем старше, тем сложнее, это подобно переезду на другую планету. Здесь же все разное. Здесь даже подушки. Даже подушки на кровати разные. Людмила Шарапшаер переехала в Оклахому из Москвы. Мечтая о новой семье, она получала письма от интеллектуального суперобразованного жениха. Уже в Америке Людмила выяснила, что любовные послания для нее сочинял компьютер. Настрадавшись от собственного мужа и повидав десятки подобных историй соотечественниц, Людмила решила обо всем этом написать книгу, ставшую в Америке настоящим бестселлером. У них у всех есть свои скрытые причины, чтобы жениться на русских женщинах. Первая причина, как ни странно, это та, что за таких мужчин американки не хотят выходить замуж. Американки в этом, они смелее, намного смелее русских женщин. Они буквально в 2-3 месяца разбираются, кто есть кто, и просто не хотят тратить на них время. Мужчины, которые ищут невест по каталогам, наверное, с ними что-то не так. Если они не могут найти женщин обычным путем. Знаете, что мне муж говорит всегда? Он Библию знает от корчей до корчей. И он всегда говорит, женщины это ничто. Надежда вышла замуж за американца уже в зрелом возрасте. Конфликты с мужем начались практически с первых месяцев новой жизни. А я хотела вырваться и вот так вот руку поделала. И он хотел замахнуться. Так я ему говорю, попробуй только тронь меня руку. Только попробуй дотронься пальцем. Как ты прыгнешь на меня, так ты отпрыгнешь. Я не знаю, это такие слова страшные. Я тебя убью. Я знаю, что ты сильнее меня, но я тебя убью ночью, когда ты спать будешь. Вылечила. Он больше никогда ко мне не подскакивал, никогда не замахивался. Никогда. У Насти Соловьевой не хватило характера, силы воли, чтобы постоять за себя. Она была всего лишь 18-летней девочкой. О том, что совершена трагическая ошибка, родители Тасси поняли через год после замужества дочери. Надламывалась, надламывалась. И в конце концов она мне сказала, мама, у меня так болят нервы. Я думаю, почему ребенок одет, а вот. И почему она так говорит? Примерно на четвертый день нашей женизбы у нас был самый крупный пока скандал, где он выломал дверь в нашу спальню. Тогда я поняла, что наша женизба была ошибкой. Американский мужчина с удовольствием желает иметь привлекательную женщину, которая будет хорошим партнером в постели, которая не сможет свободно от него уйти, так как у нее нет водительских прав, и будет ждать его дома, когда он вернется с работы. Конечно, это весьма соблазнительно. Тася и училась, и работала одновременно. А муж, при малейшей непокорности жены, забирал у нее все документы. Однажды, не выдержав, она поделилась с родителями по телефону тем, что произошло во время урока вождения машины. Что-то в один момент он просто ее неожиданно просто ударил по лицу. Потому что она училась водить, я не знаю, может, она что-то сделала там такое, как он, например, думал, что надо по-другому ее сделать, повернуть там или что. И он просто кулаком ее ударил, как она написала, в челюсть. Ну, вы это вообще обалдели после этого. Ну, вы поняли, что все, это уже все, трагедия. Но у меня это мечтать все равно, остаться в Америке, понимаете? Вот в чем трагедия-то. Я закончила Московский химико-технологический институт. Хотели бы выйти замуж за американцем? Да. Я хочу в Америку. Да. Почему именно за американцем? Потому что американцы. То есть хотеть уехать? Да. Пока что, наверное, мечта поехать в Америку, жить в Америке, кто в России родился. Ну, вот что бы вы хотели? Любимого мужа. Вы женитесь на русском? Я хочу. Агентства, организующие подобные браки, не особенно распространяются о своих клиентах-иностранцах. А российские невесты готовы выскочить замуж подчас за незнакомца. На самом деле у нас большой выбор девушек. От 18-ти где-то до 65-ти лет. И все они совершенно разные. И требования у них, конечно же, разные. Вот, допустим, Екатерина, ей всего 25 лет, но она знает и английский язык, и французский, и немецкий, и итальянский. Она ищет интеллигентного, образованного мужчину от 28 до 59 лет. Кто-то едет в Америку за любовью, у кого-то это чистый расчет в погоне за богатством. На сегодняшний день браки по интернету почти что неконтролируемый бизнес. Иллюзии того, что в сытой и богатой стране не придется сталкиваться с российскими проблемами, присущи не только юным, но и взрослым, состоявшимся женщинам. Елена Авдеева по образованию актриса. Была замужем, развелась, одна вырастила сына. 42 года, не найдя женского счастья в родном Воронеже, решила испытать судьбу и разослала свою фотографию на интернетовские брачные сайты. Если бы она только могла предположить, что светлая мечта о заботливом добром муже, как и для Анастасии Соловьевой, обернется для нее настоящим рабством. Американец говорил ей, что у нее будет полная свобода, а жить они будут в собственном доме. Домом оказался пластиковый трейлер, без фундамента. Обычный вагон, только без кривз. Такой разрухи, которую увидела Елена по дороге в будущий дом, в Америке отыскать непросто. Трейлер находился в лесу, в километрах от цивилизации. Все думают, что здесь рай, здесь рай. А здесь, бог ты мой, да как-то никто не думал, что в Америке можно жить в таких страшных домах, дрязных, у таких, ну вот, типа сарая. Вы знаете, когда я первый раз сюда вошла, здесь были вот зеленое покрывало, вот такое вот, как на окне, вот, видите, цвет этот жуткий, вот это покрывало, закрытые окна, меня обуял ужас. Вот такое ощущение, что это было комната, прощание спокойное. Елена готова была примириться и с убогостью жилья, и с безденежьем. Но она никак не могла ожидать, что американцу на самом деле нужна была не жена, а работница на псарме. Меня угнетает, что меня используют, что я вот, ну, в тюрьме, в одиночке. Я психологически не выдерживаю вот этого вот замкнутого пространства, то, что я просидела год практически, я даже не в тюрьме, я даже не знаю, как назвать, потому что в тюрьме есть сокамерники, да, есть охранники, с которыми можно общаться, говорить, а я оказалась в изоляции. Когда Елена увидела это стадо, то пришла в ужас. 24 собаки, из которых 12 гигантские, выведенные для охоты на львов. Каждый раз, когда нужно было войти в вольер к собакам, я тряслась от страха и не знала, чем кончится очередная уборка вольера. Один мастиф бросился на меня, когда я лопатой убирала собачьи фекалии из вольера. Собака сбила меня с ног. Я упала лицом вниз на эти самые фекалии и замерла. Собака то подбегала, то уносилась. Она пыталась мордой поддеть руки, которыми Елена закрывала лицо и искорябала их когтями. К приходу мужа мне удалось немного успокоиться. Я рассказала ему, что со мной случилось, и спросила его, что было бы, если бы собака меня загрызла. Он ответил, что я толстая, на мне много мяса, и у собак был бы хороший обед. Первый представляет. С Богом. Улыбайся, деревня. Улыбайся. Пошли. Константин Хабенский. Зря мы их отпустили. Евгений Ганелин. Я же опоздал! Опоздал! Андрей Жедорцов. А в чём дело, товарищ полковник? Семён Стругачёв. Александр Тютрымов. Может, обойдёмся? Без приветствия. Сергей Кошонин. Какая ещё убойная сила? Убойней не бывает. Позови меня. Позови меня. Позови меня. Сегодня на Первом канале. Для того, чтобы неудачно выйти замуж, подвергаться семейному насилию, вовсе не обязательно уезжать за рубеж. Тысячи таких случаев происходят и в России. Быть может, прямо за стеной ваших квартир. Но переезд за океан помещает наших девушек ещё и в экстремальные для них условия чужой страны. Выходя замуж за Кинга, Анастасия и её родители не знали о нём практически ничего. По закону, брачные агентства не обязаны предоставлять полную информацию о своих клиентах. Уже позже выяснилось, что Анастасия была не первой женой Кинга. Естественно, сват из Бишкеки, американец ни словом не обмолвился, что уже был женат. И тоже на русской. Его семейная жизнь с Екатериной Казаковой не складывалась. Он стал избивать первую жену. Американка не стала бы терпеть подобных издевательств ни минуты. Но и терпение русской женщины имеет свой предел. В 97-м Екатерину Казакову и Индла Кинга официально развели, присудив жене полагающиеся ей по закону льготы и средства. Безопасностью женщины занялись специальные агентства. До сих пор строго засекречены и телефон, и место жительства, и даже фото Екатерины Казаковой. Казалось бы, итог первого брака должен был стать для Кинга хорошим уроком, но у него с еще большей силой разгорелось желание вновь жениться на русской. Есть у нас выражение по-английски «loser», по-русски это «неудачник». А Индл Кинг, он был «loser», он был «неудачник» во всем. Он чувствовал себя оскорбленным после истории с первой русской жены, и он не хотел быть оскорбленным опять. Воспользовавшись услугами одного из брачных агентств, Кинг пошел по проверенной схеме. В свой тайный дневник Тася вносила все новые и новые пункты запретов, которые ставил перед ней муж. Не разрешал иметь друзей и просто разговаривать с людьми. Забирал все деньги. Не давал звонить родителям. Запрещал идти к доктору. Подслушивание телефонных разговоров. Насилие в сексе. Желание беспрекословного подчинения всем сексуальным прихотям – одна из причин, по которой американцы выписывают жену из России. Они думают, что мы будем служанками, что мы будем на цыпочках ходить перед ними, что да, потому что мы бедные и голодные. И вот они спрашивают, а у вас есть телевизор? А у вас это есть? Да у нас все есть. У нас только работы нет и денег нет, да? Главная ошибка американских женихов в том, что они ищут сексуальную рабинью или уборщицу или красивую игрушку. Даже вот не всегда осознают, что это живая. То есть даже игрушка, но живая. Но многие американские мужчины, наоборот, хотят скрыть свои сексуальные недостатки. Узнав о них, жена американка скорее просто уйдет. А русская без знания английского языка, без профессии, без денег никуда не тянется. В основном женщина жалуется на, конечно, отсутствие секса. Или на холодность, или на неумелость. Даже в 38-40 лет человек приезжает, вернее, привозит русскую жену. И, значит, секс раз в месяц, раз в два месяца. Мы спали в разных спальнях, мы ходили в клуб тогда еще, и он с ним говорил, а у нас нету, у нас этого нету, перед свадьбой у нас нету. Да, но у нас и после свадьбы этого не было. Потому что он мне через неделю только сказал, что у него проблемы, и я должна в этом и помочь. А эти проблемы у него уже существовали 15 лет. Вот, и это было страшно, и даже не хочется вспоминать, что было. О, это что-то страшное было. Когда меня сюда привез мой муж, он меня сразу поселил в отдельную комнату. Ну, я немножко удивилась, но потом думаю, ну, в конце концов, ну, он взрослый человек, он привык, может быть так, это в принципе не проблема. У вас не было секса с ним? Первое время был, но он так плавно сходил на нет, на нет, и в итоге прекратился совсем. Причем я его уговаривала обратиться к врачу, там, что сейчас это не проблема. Он отмекивался, говорил, что он занят, что он плохо себя чувствует, и потом я поняла, что это ему совершенно не нужно. И мне стало, в общем-то, неудобно каждый раз, вот, ну, это просто унизительно, откровенно говоря, выпрашивать вот секс. Агрессия Индла Кинга проявлялась не только в сексе. Однажды Анастасия занесла в свой дневник такую запись. Заставлял звонить подруге первой жены с намерением узнать ее адрес и убить ее и ее родителей. Узнавал насчет наемных убийц. Индл Кинг сразу вызвал подозрения следователей, но никаких улик против него не было, как не было и самой Анастасии. Через два месяца безуспешных поисков тюремные власти округа Снахомиш обратили внимание, что муж исчезнувшей девушки зачастил к одному из заключенных, 20-летнему Даниэлу Ларсену, фигуре с богатым криминальным прошлым. Впервые Ларсен угодил за решетку еще в 15-летнем возрасте за то, что насиловал своих сводных братьев-подростков. По малолетству сексуальному маньяку дали небольшой срок. Вскоре оказавшись на свободе, он снял комнату в частном доме. Хозяином этого дома оказался Индл Кинг. Но подышать вольным воздухом ему было суждено недолго. Ларсена арестовали за попытку изнасилования 16-летней иммигрантки с Украины в туалете местного супермаркета. Странные визиты Кинга к своему бывшему постояльцу всерьез заинтересовали следствие. Улик против него не находили, а развязать рот маньяку следователям Сиэтла удалось. Очень быстро выяснилось, что алиби Кинга трещит по швам. Во-первых, авиакомпания подтвердила, что Анастасия вернулась в США тем же рейсом, что и ее муж. Быстро был найден таксист, который подвозил странную пару домой из аэропорта Сиэтла и опознавший их по фотографиям. В конце концов, Ларсон делает ошеломляющее признание – Анастасия убита. Сначала он обвинил во всем Кинга, а позже Ларсон сознался и в своей причастности к убийству. Буквально за неделю до преступления Кинг начал создавать свой страшный документ – видеодневник убийцы. Задумавшись о разводе, мечтая вырваться из замкнутого круга, Анастасия поехала в отпуск к родителям в Киргизию. Спустя несколько дней в Бешкек неожиданно прилетел и сам Кинг. Он сказал, что соскучился по своей молодой жене и решил ей сделать сюрприз. Мать заметила, как резко изменилось настроение дочери. Американец снимал каждую минуту, каждый шаг, каждое движение жены. Ему нужно было алиби, доказательство его любви. Анастасия не знала, что к этому времени муж уже подал на развод. Он уже знал, что убьет ее через несколько дней. Оказалось, что убийство Кинг планировал давно. Свои многочисленные долги он перевел на имя ни о чем не подозревающей жены. Он даже успел дать объявление о том, что вновь ищет подругу жизни. Но потом, видимо, не желая тратиться на дорогостоящий бракоразводный процесс, а тем более делить имущество с законной женой, решил просто от нее избавиться. Этот человек лишит жизни их дочь меньше, чем через 100 часов. Следователи с каждым днем ожидали все новые и новые сюрпризы. Оказалось, что одной из причин убийства была сексуальная связь между Кингом и его квартирантом Ларсоном. Он не интеллигентный человек. И Индол Кинг манипулировал им легко. И он, то есть Ларсон, быстро признался в убийстве на допросе. «Хорошо там, где нас нет», — гласит народная мудрость. Нередко родители потенциальных невест почты воспринимают ее буквально. Часто именно родители настаивают на замужестве своих дочерей с иностранцами. Ой, вы знаете, вот это вот моя самая, что не дает мне покоя сейчас жизнь. И вот эта передача — это мое покаяние. Я каюсь. Я каюсь перед всем. Мое покаяние, что я не поняла. Накануне гибели, во время своего последнего приезда из Америки домой, Анастасия, словно предчувствуя беду, не находила себе места. Ребенку нужна была просто любовь наша родительская. И чтобы она была с нами всегда. Ей этого хотелось. Может быть, не нужно этого мира всего увидеть везде все. Не в этом счастье. Счастье в покое душевном. Я теперь узнаю. Скорее всего, да. Может быть, я знаю. По дороге из аэропорта домой Кинг позвонил Ларсену. Он попросил меня помочь убить его жену. Он ревновал ее, подозревал в измене. Если так, то Анастасия должна была быть наказана. Я боялся Кинга, боялся, что если я откажусь убивать, он расправится и со мной. Он велел мне пойти в гараж и спрятаться там в машине. Кинг решил выманить Анастасию из дома, сказав, что у него в банке есть 2000 долларов, которые он готов ей дать на учебу. Она спустилась в этом гараже и стоит. А он говорит, подойди ко мне. Он велел подойти и поцеловать его. Когда Анастасия обняла Кинга, он схватил ее медвежьей хваткой. И она закричала. У него был такой крик, примерно 10 секунд. Кинг всей своей 120-килограммовой массой навалился на Анастасию. А Ларсен стал затягивать галстук на ее шею. Индал сидел на ней. Он увидел, что она все еще дышала. Кинг велел затянуть галстук сильнее, иначе он достанет ружье. Он опять начал мне угрожать. Тогда я затянул галстук и потерял сознание. Заметая следы, Кинг сорвал с Настей всю одежду. Он решил снять с ее пальца обручальное кольцо, которое стоило не больше 300 долларов. Кольцо не снималось. И тогда Кинг попытался отрубить жертве палец. Ну почему бы нам ее не отдать? Просто бы сказать, я не хочу с ней жить или что-то. Ну почему убивать-то ее надо было? Тело Анастасии Соловьевой, как и указал Ларсен, нашли на свалке в Индейской резервации, которая находится в часе езды от Сиэтла. Играет музыка К сожалению, постижение простых человеческих ценностей происходит, когда уже заплачена самая высокая цена. Я поняла здесь вдруг сразу, в мире все одно и то же. И проблемы одни и те же. Куда бы ты ни уехал, на какой бы континент. Анастасия Соловьева, как и тысячи подобных ей русских женщин, была совершенно не готова к жизни в чужой стране. Боязнь огорчить родителей, вернуться домой неудачницей, опасение противопоставить семейному насилию силу закона, к сожалению, типично для россиянок. Слава Богу, что в этой стране существуют отлаженные механизмы. Американское государство выделяет огромные суммы на защиту женщин от домашнего насилия. Существуют и конфиденциальные горячие линии, и специальные профессиональные агентства. Но самое главное, понимание того, что не важно, где ты. Важно, с кем ты. Если женщина хочет выйти замуж только для того, чтобы как бы изменить свою экономическую ситуацию, там, уйти от своих каких-то проблем, она придет к этим проблемам здесь в любом случае. У москвички Татьяны и жители Оклахомы Фреда двое детей. Старшая дочка от первого Таниного брака, а младшая – общее. Каждый вечер перед сном они читают молитву. И оба говорят, что нашли свое счастье за океаном. Я нашла в нем то, чего я не могла найти вот в России. То, что не сложилось в моих взаимоотношениях с моим бывшим мужем. Как наше выражение русское, как за каменной стеной. Я так себя чувствую. Залпом. Залпом? Залпом. Вот и за залпом. А, да, пупсы колонны. Мне очень повезло. Мне достался драгоценный камень. Я потратил много времени, чтобы найти ее. Я был разведен, встречался с очень многими американками и заметил их общую проблему – независимость. Я просто был в шоке от того, как много женщин примеряет на себя роль мужчин. Большинство просто путаются в своем природном предназначении. У Фреда и Татьяны тоже большая разница в возрасте. И тоже не все шло как по маслу с первых же дней. Не знаю, вот когда машину я училась водить, например, вот, у него не хватало терпения меня обучать. Большая часть интернациональных браков распадается в первый же год, потому что женщины думают, ну, главное вырваться в Америку, а там брошу его, если не понравится, выйду за другого. А мужчины считают, ну, не получится с этой, отправлю ее обратно домой. Но не все так просто. По мнению Фреда, самая большая ошибка американских мужчин в том, что они пытаются реализовать свои фантазии. И как из глины вылепить из покорных российских невест нечто несуществующее, невозможное. Им бы надо было провести побольше времени в России, чтобы понять, Москва – самое удивительное место в мире. Большой театр, места отдыха. Надо осознавать, что женщине, живущей в таком городе, как Москва, вряд ли понравится в таком городе, как Оклахома. Американцы должны помнить, что, привозя русскую жену, они вырывают цветок из родной почвы. Вы отрываете ее от родителей, от друзей, от привычек, от родной культуры. Это очень большая ответственность. Фред насмотрелся на такое количество наивных соотечественников, ищущих иллюзорное счастье в далекой России, что тоже написал книгу «Предостережение». Он так ее и назвал – «В Россию за любовью». Я сейчас расскажу самую банальную вещь. Эти взаимоотношения прежде всего должны строиться на любви. Сначала на любви к Богу, потом на любви друг к другу. Потом, я считаю, должна присутствовать чистота помыслов и взаимное доверие. Когда, мне кажется, все эти компоненты присутствуют, тогда и отношения сложатся. Работа над этим фильмом шла в течение четырех лет. За это время Татьяна и Фред стали по-настоящему родными людьми. Их отношения меняются только к лучшему. Девочки говорят на двух языках – английском и русском. Надежда, несмотря на все, продолжает жить с мужем в Оклахоме. Елена Авдеева, устав от жестокости, узнав, что в доме у мужа есть оружие, позвонила в полицию. И после шести месяцев жизни в специальном убежище для женщин приняла решение вернуться домой, в Россию. Людмила заканчивает американский вариант своей книги о браках по интернету. Наталья Балиевская получила легальный вид на жительство. Дети учатся в американской школе. А разлученный с детьми отец Андрей Балиевский и его родители размещают в русской газете Клевленда поздравления с 15-летним дочери. «Сашуля и Дюмуля, не забывайте нас, не предавайте своих родных и близких. Мы всегда будем помнить и беспокоиться за вас. Ничто этого не изменит». Майкл Коваль сдержал слово. По интернету он больше жениться не пробовал. Дэниел Ларсон приговорен к 20 годам заключения. «Индл Кинг» к 29 годам. Это максимально возможный срок в штате Вашингтон. В тюрьме он поднимал бунт. Был ранен сокамерником в ногу. Сейчас пишет книгу о своей жизни. Тюремная администрация не дала разрешения на интервью с особо опасным преступником. Родители Анастасии Соловьевой попросили американские власти о предоставлении им в Америке вида на жительство, чтобы быть рядом с могилой дочери. В настоящее время в США на федеральном уровне рассматривается закон, который обяжет брачные агентства предоставлять иностранным невестам документы с полной криминальной и экономической историей американских женихов, а также правдивые сведения об их предыдущих браках. Если бы в Бешкеке знали всю правду об Индли Кинге, возможно, дочь Левтины и Анатолия Соловьевых осталась бы жива. Против принятия закона активно выступают владельцы брачных агентств. Если его примут, мы можем просто потерять наш бизнес, утверждают они. Сколько среди клиентов этих контор людей с грязным криминальным прошлым и неустойчивой психикой, можно только догадываться. Проект закона назвали «Анастасия». А обманутый с помощью фотографий певицы Валерии Джеймс Джонсон, кажется, нашел то, что искал. Его избранница Марини из города Тула 19 лет. У нее большие голубые глаза и много надежд на новую жизнь. в новой стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семки Richie Субтитры создавал DimaTorzok Марини посоветов Ркинули Субтитры создавал DimaTorzok Всем к 이거 эти, комб skate О, по надеюсь с вами Ребята, мы с вами на cancelled Д件事情 Медленно, очень медленно. Вы очень быстро едете. Еле едете. Камера не намокнет. Чехол сюда дать? Вот, смотри, собака. У меня там для вас зонтик в этот самый. Экшн! Спасибо за гостеприимство. Скажите мне, пожалуйста, сколько лет вы в Америке? Ну, год и один месяц. Год и один месяц? Да, год и один месяц. Какая Америка для вас? Какой она показалась? Ну, совершенно другая планета. Абсолютно. То есть, я попала в другой мир. В Зазеркалье. Мир хороший или мир полку? Ну, мне вот, к сожалению, попалась теневая сторона. Хотя я уверена, что есть много хорошего. Потому что есть люди, которые, в общем, находят себя в Америке и чувствуют себя хорошо в Америке. Я знаю таких людей. Ну, есть и другое. Вот, я как раз вот с другой стороны. Кем вы были в Самаре? Ну, не в Самаре. Я в России была. Потому что я жила в разных городах, работала в разных городах. И как? Я закончила театральный. Работала актрисой. Какой училище закончила? Я наше Самарское закончила. Мастерская и монастырская. Это очень известный режиссер театральный. Вот. А потом, когда началась перестройка... Это, кстати, дети, которых кормить надо, да. Началась перестройка, и жизнь стала, в общем-то, невозможной. Когда перестали платить деньги нам за нашу работу, пришлось уйти из театра, закончить экономический и работать в банке. Да, я развелась с мужем, у меня был сын, и нужно было поднимать ребенка. Я решила, что ребенок важнее. Как вы вышли замуж за американца? Как это было? Ну, это очень не сразу было. Расскажите. Я поднимала ребенка и, в общем, отдала на это все свои силы. У меня был ребенок, была мама, которая была не совсем здорова. И, в общем, вопрос о замужестве не стоял у меня. Хотя были какие-то предложения, но я боялась выйти замуж. Ну, вот, когда ребенок, наконец, вырос, а мама, к сожалению, ушла в мир иной, я думала, что я могу заняться собой. В общем-то, хотелось элементарного, хотелось семьи, хотелось мужа, нормального дома, ну, нормальной жизни, обычной, вот, абсолютно человеческой нормальной жизни. Вот. В России почему-то так вот получилось, не знаю, может быть, мне не повезло. Хотя, вот, пример многих женщин, которые, ну, выезжают, ну, сотнями тысяч, я бы даже сказала, видимо, что-то не в порядке в России. Просто, ну, нет, мужчин физически. Нет, они есть, конечно, но вот как-то вот так складывается, что... Мне, простите, не верится, вы красивая женщина, вы коммуникабельная, вы талантливая, когда вы стали актрисой. Почему вы не нашли мужа в России? Миша, я сама удивляюсь. Ну, не нашла, ну, вот, ну, так случилось, ну, нету. Вот, и я решила попробовать обратиться в агентство. А потом это было просто интересно. Вообще сменить полностью жизнь, увидеть мир, увидеть вообще другой мир, абсолютно. Ну, я обратилась в агентство. Что это было за путь? Вы заплатили деньги, вам показали мужчин? Нет, вы знаете, я просто пришла в агентство, дала свои данные, свои фотографии, и меня разместили на сайтах этого агентства. И вот стали приходить письма. Я не могу сказать, что много, потому что... Ну, я даже не знаю почему, это очень субъективные причины, абсолютно. Ну, вот из тех вот писем, что мне пришли, я вот выбрала именно этот вариант. Я предполагала, ну, как все мы предполагаем, что это самый лучший вариант. Но проблема заключалась в другом, что... Просто человек говорил много неправды. Что меня вот потрясло абсолютно уже здесь. Я просто не ожидала, что взрослые люди могут просто врать. Вот элементарно врать. Например? Ну, как дети. Ну, например, что... Ты будешь жить своей жизнью, тебе не нужно подстраиваться под меня. Что ты... Вот чем ты хочешь, тем ты будешь заниматься. То есть ты будешь водить машину, у тебя будет то-то. Ну, там очень большой список. И когда я приехала сюда, это оказалось все фикцией. Вот меня посадили в этот дом. Это не делаются документы. Я сижу без каких-либо вообще документов. У меня нет ни... Я не могу сдать на права. Я не имею рабочей карточки, я не могу строиться на работу. Вот у меня нет social security. То есть ничего не делается. Он уже занимается или вообще не занимается вашими правами? Он вроде бы как бы занимается. Но постоянно какие-то препоны. Вот мы были на собеседовании. Оказалось, что он ничего не сделал. То есть практически там выразили сомнения в нашем браке. Потому что он меня никуда не вписал. Я нигде не прохожу ни по каким билам. То есть у меня практически не существует в природе. И вот ему предложили оформить документы и дослать. Он мне говорит, что он все это сделал. Вот вот сын и не там. Я не получаю до сих пор никакого ответа. Вы имеете ввиду, сколько после интервью? Сколько вы в Америке с первого дня? Так, 11 февраля я приехала. Чуть больше года. Чуть больше года, да. Замуж я вышла 4 марта. Сколько лет вашему мужу? Ему 63 года. У меня первый муж тоже был. У меня старше достаточно. Поднимите там. Стоп. Как же он? Сколько лет было вам, когда вы вышли замуж? 46. А ему? 62. Вас не пугала разница в возрасте? Вы знаете, нет. У меня первый муж был старше меня лет на 13. В общем, у нас не было проблем, в принципе. У нас было нормальное общение. Даже не возникало вопроса о возрасте. Поэтому у меня был друг такого же возраста. Потрясающий совершенно человек. Вам нравится мужчина старше? Нет, я не могу сказать. Мне нравятся интересные люди. Мне нравятся личности. То есть для меня возраст, в принципе, не играет значения. Если мужчина моложе меня, но он умен, обаятелен, интересен, он мне тоже нравится. Так же, как и старший, и ровесник. Я личность. Для меня личность важна. Как у вас было общение? Только переписка или он приезжал? Он приезжал. Потом мы разговаривали с переводчиком. Потом... И вот я поняла, что очень сложно вот оценить человека, не зная языка. Вот я переводчиков спрашивала. Вот ваше мнение. Вот что это за человек? Мне говорили, ну, все окей, все нормально. Нормальный, интересный человек. Письма были очень такие приятные. Но я поняла, что их писал не он. Это я теперь поняла. Да, это я теперь поняла. Вот. Ну? А вы откровенно, если можно, вы успели полюбить этого человека за короткие встречи? Нет, вы знаете, я даже не ставила такой цели, потому что, ну, мы взрослые люди, я обманывать себя не собиралась. Мне человек показался симпатичным. Он пообещал мне, ну, достаточно много. Пообещал заботу обо мне, чего не было никогда в моей жизни. Ну, я не беру мамочку, конечно, не беру родителей. Вот. И, в общем, ну, грубо говоря, я на это купилась. Мне так захотелось... Мне захотелось быть, ну, как бы сказать... Быть защищенной. Быть вот просто женщиной. Я не имела этой возможности в своей жизни. Это достаточно для того, чтобы выйти замуж? Или это, как вам кажется? Да вы знаете, это... Брак такое дело, что вот, ну, в России я первый раз выходила замуж. Я выходила по любви. В общем, тоже была неудача. Вот. У меня были, как скажем... У меня были истории любовные. И мой опыт говорит, что, ну, рецепта нет. Это невозможно. Не просчитать, не предугадать. То есть заботы и внимание... Ну, это очень много. Это очень много, да. Это очень много. Что случилось? Вы приехали, у вас была первая брачная ночь здесь. Что было? Ну, вы знаете, было очень интересно. Когда меня сюда привез мой муж, он меня сразу поселил в отдельную комнату. Сказал, где-то будет твоя комната. Ну, я немножко удивилась, но потом думаю, ну, в конце концов. Ну, он взрослый человек, он привык, может быть, так. Это, в принципе, не проблема. Вот. Ну, оказалось, что, видимо, у него совершенно другой расчет был. Ну, просто расчет. Хотя я не знаю. Может быть, тоже не расчет. Может быть, какая-то вот безответственность. Может быть, он не думал, что делает. Вот, как говорят, не ведают, что творят. Вот у меня такое ощущение, что не ведают, что творят. Вот привозят игрушку и не знает, что с ней делать. У вас не было секса с ним? Первое время был, но он так плавно сходил на нет, на нет. И в итоге прекратился совсем. Причем я его уговаривала обратиться к врачу, там, что сейчас это не проблема, что сейчас, ну, возможности колоссальные. Он отнекивался, говорил, что он занят, что он плохо себя чувствует. И потом я поняла, что этому совершенно не нужно. И мне стало, в общем-то, неудобно каждый раз, вот, ну, это просто унизительно, откровенно говоря, выпрашивать вот секс, скажем так. Хотя мне это не очень нравится. Он был несостоятельный в сексе? Ну, видимо, ему просто это не нужно было. Он полноценный мужчина? Ну, скажем, с проблемами своего возраста, скажем так. Я бы не хотела говорить так грабовато. Вот, ну, я думаю, все люди взрослые, все и так понятно. Вы не ожидали такого? Нет, конечно, абсолютно. Я была в шоке, просто в шоке. Вы не думаете, что это могло стать причиной ваших похолоданий в отношениях? Да вы знаете, вот я бы сказала, что вот я приехала уже в холодный такой этот микроклимат. Просто я не предполагала, что можно вот так общаться, так жить. А, видимо, для него это нормально, это норма. Для меня это дико, потому что у нас общения практически нет. Мы разговариваем, но у нас несколько фраз в день. Я дома. Ты голодный? Нет, я не голодный. Или, там, приготовь мне, там, яичницу с беконом. Потом, вот дождь сегодня. Вот собак ты покормила? Я покормила. Воду сменила? Да, все. Все. Есть охранники, с которыми можно общаться, говорить. А я оказалась в изоляции, и у меня единственная форма общения это телефон. Вот он очень недоволен тем, что большие счета приходят. Но это, я не могу от этого отказаться, потому что вот это единственная возможность почувствовать себя живой, что я кому-то нужна, что я вообще существую, что меня помнят. И счета за телефон большие приходят. Вы ему готовите, стираете? Ну, в общем, здесь это не проблема, постирать это машинки, машины. А готовить, у него очень своеобразное питание, очень такое американское. Он предпочитает бутерброды, кока-колу, то есть это тоже не проблема. Но когда он что-то просит, конечно, я готовлю. Первое время я пыталась готовить, но нашу кухню он вообще не понимает. Для него это вкусовые ощущения такие странные. И потом я прекратила. Самое страшное за это время для вас? Одиночество. Абсолютное одиночество. Просто это вообще вакуум. Даже собачки замолкли. Вы приходите плакать? Ну, нет, я стараюсь не плакать, конечно. Но когда плачу, это, в принципе, тоже нормальная реакция. Перебор каких-то ощущений вот этих вот накоплений идет. Отрицательных эмоций. Ну, выход слезы, немножко поплачу. Ну, это нормально, в принципе. И, в общем, если даже бывает какая-то депрессия, то тоже нормально. Это вот от перебора всего отрицательного. Я просто знаю, что потом все будет нормально. Я могу это пережить. Ну, конечно, я на это не рассчитывала. Вы сильная? А? Я бы не сказала, что я сильная. Просто, когда жизнь ставит тебя в определенные условия, подсознательно выбираешь, что делать. Ну, встаешь даже, если ты упал. Встаешь, отряхиваешься, идешь дальше. Выхода нет. Возвращаться некуда, в принципе. Я имею в виду, возвращаться в прошлое нельзя же возвратить. Почему вам не стоит не уехать? Ну, это же не прошлое. Это опять будет будущее. Я встану и уеду. То есть, это опять дорога вперед. Поэтому я говорю, что надо всегда идти вперед. Вы приехали, вы увидели ужас. Вы видели, что вы фактически рабыня. Давайте будем говорить честно и правильно. Ну, это не сразу я увидела. Собаки приобретались не сразу. То есть, вот с мая месяца прошлого года сначала одни собачки покупались, другие. И потом я надеялась, что это бизнес, это я заработаю деньги. Можно будет купить новый дом, можно куда-то поехать. В общем, это было бы здорово. И, в принципе, жить на природе. Ну, разве это плохо? Я мечтала всегда об этом. Но жить только на природе и видеть только природу и больше ничего, для меня это оказалось слишком. Я ужасно хочу в город, к автомобилям, к людям. Безумно хочу. Вы спокойно отнесли к тому, что вам надо работать с собаками? Что это ваше? Я отнеслась к этому нормально. Потому что я вообще сама собачница, собашница, собачница. Я очень люблю собак. У меня в России собака осталась, я сыну оставила собаку. И для меня, в общем-то, эта работа была в радость. Вот, но проблема в том, что бизнес шел там, а я денежное, так сказать, вознаграждение не получала. Вам вообще не давалось муж денег? Нет. Вообще ни копейки? Ну, он отправляет сыну моему деньги. У нас была договоренность, потому что у меня сыну 19 лет и он учится. Сколько он отправляет? Сколько он отправляет? Он отправляет ему 200 долларов каждый месяц. Вот. И мне, естественно, он уже ничего не дает. Непонимание абсолютное. То есть... Какие ситуации, расскажите? Ну, вот у меня умер папа 2 февраля. Я говорю, вот надо помочь. У нас это очень дорогое удовольствие. Как во всем мире похороны. Он говорит, да-да, я пошлю деньги. Там погладил меня по головке. Хотя, наверное, по головке гладить уже не обязательно. На этом все закончилось. То есть денег он не послал. Мне пришлось просить моих родных, знакомых. Они вот скинулись. И сейчас у меня вот долг на мне висит. Я приеду и должна буду отдать долги за похороны папы. Вот. И, то есть, вот, нет было вот такого сопереживания, какого-то сочувствия. Какого-то нет, конечно. У нас в России, конечно, в такой ситуации, там такая идет моральная поддержка от друзей, от знакомых, от родственников. А здесь... Вот как захотят, каждые 2-3 часа. Повезет 4 спят, но это редкость. Поэтому тяжеловато. Мы многих потеряли, там у мамочки проблемы были с молоком. Вот сами вскармливаем. Тяжеловато, конечно. Угу. Ну, такие красавчики вообще обалденные. Ты в Самаре жила в доме или в квартире? В квартире. Здесь для тебя комфортно? Нормально? Ужасно. Просто ужасно. Ты не думала, что ты будешь жить так? Нет, конечно. Что это тебе напоминает? Сарай. Просто сарай. Обещали, что все будет нормально. И дом будет, и все будет. И вообще будет все прекрасно. И всегда хочется верить. Ну, в принципе, не верить и нельзя. Нужно всегда... Для него это естественная, нормальная жизнь. А для меня... Для него это естественная, нормальная жизнь. Нет. Для меня абсурд. Абсолютный абсурд. Я не подозревала, что так можно жить. Потому что это вот не жизнь. Абсолютно. Когда ты говоришь о разводе? Что... Как он реагирует? Нет. У нас было очень интересно. Он периодически, когда у меня... Я начинала плакать там в той или иной ситуации. Он говорил, я вижу, ты несчастлива. Тебе нужно ехать в Самару. Ну, я так удивлялась. Думаю, ну ладно, пойду в Самару. Ну, потом как-то все это рассасывалось. А буквально недавно, когда я потребовала деньги... Ну, невозможно находиться вообще без цента денег. Я хочу заказать себе книги. Я не могу без книг. А он говорит, а зачем книги? Вон, телевизор смотри. Достаточно. То есть, ну, дикости много для меня, конечно. Вот. И когда я просто потребовала свои заработанные деньги, он сказал тут же, я вижу, ты несчастлива здесь, в Америке. Ты не любишь Америку, тебе нужно ехать в Россию, надо разводиться. И тут я сказала, хорошо. Ты хочешь развод? Я согласна. Давай разводиться. Давай решать наши имущественные проблемы. Без копейки я уехать не могу, потому что мы уезжаем, мы сжигаем за собой все мосты. С плечами. Ну, в общем, я сказала, прекрасно, давай разводиться, только давай решим наши материальные проблемы. Потому что без копейки денег я не могу уехать. Работу я потеряла. Мы уезжаем, мы сжигаем все мосты. То есть, я приезжаю на пустое место. И когда я там найду работу, это вопрос. В общем, кто из России, тот знает, как у нас дела обстоят с работой. И вот здесь начинаются совершенно непонятные танцы. Звонят мои друзья, пытаются с ним разговаривать. Ну, разговаривать просто по-английски, чтобы он понял все это. Он говорит, нет, я не хочу терять этот брак, я не собираюсь разводиться. И вот такие подтанцовки все время. То есть, то так, то так, то так, то так. То есть, как только заходит речь о деньгах, все. Человек меняется, ну, абсолютно кардинально. И тут же он предлагает мне купить билет и тут же уехать. Вот это без проблем. Вот сейчас я тебе куплю билет и поезжай. И все хорошо. Либо прав. Я не имею возможности элементарно распоряжаться собой, выехать куда-то, что-то купить себе. Да, в общем, это похоже так на рабство. Ну, по-моему, рабам тоже какие-то копейки платили. Как-то. Праздничный что-то. Ну, ничего я не имею. Хотя, как я знаю, что вот эту рабочую карточку можно было сразу купить. Social Security можно было сразу сделать. И имея вот эти документы начальные, первичные, можно было сдать на права. И то есть, я не была бы вот такой дикой совершенно зависимости. Вот. И то, что он продает, не спрашивая меня, не советуюсь, это, конечно, абсолютная дикость. Я не могу достучаться, что так нельзя, что он, в общем-то, обязан со мной советоваться, обязан как-то со мной решать эту проблему. Это совместный наш бизнес. Нет, абсолютно. То есть, он так решил, он говорит, это я затратил свои деньги. В общем, он считает, что он имеет право распоряжаться. Я же у тебя вопрос. На что ты покупаешь? Как ты покупаешь? Раз в две недели мы ездим в магазин, покупаем продукты. И вот тогда я что-то себе беру, и он наплачивает. Бывает такое, что ты просишь что-то купить и он отвечает? Конечно. Что это? Ну, это книги, конечно. Ну, например, конкретно книги. Ну, вот я хотела заказать через интернет книги, через нашу Роскнигу. Нет, ну, не отказал. Вот. Потом вещи, вот то, что продается в Валмартах, ну, это рабочая одежда. То есть, можно купить эти майки и работать с собаками. Это без проблем. Ну, нормальная одежда. Для меня неприемлемо, вот то, что продают там. А для него это нормально. То есть, он не понимает, зачем мне нужно где-то еще какую-то одежду покупать. Вот это тоже конфликт. У меня практически вот то, что я привезла из России. Вот эта одежда, вот та одежда, я ей пользуюсь. Потому что она приличная, хорошая. Ну, терпение просто заканчивалось. Вот это вот, когда ты понимаешь, что ты, в общем-то, как была одна, так одна и осталась. Мало того, что ты одна, ты имеешь просто еще неприятности к своему одиночеству. Ну, обидно. Ну, просто нервы не выдерживают. Ну, уже люди, не машины. Накапливаются, накапливаются вот эти вот моменты. У вас есть какие-то случаи? Вот так конкретно я их не коллекционирую. Нет, не могу. Ну, вот это обычные бытовые совершенно дела. То, что вот... Ну, самая главная печаль моя в том, что я сижу в изоляции. У меня нет общения. Для меня это просто неприемлемо. Всеобщение и телефон. Ты молодая и красивая женщина. В отсутствии, в полном отсутствии секса тебя влетает? Ну, безусловно. Я же нормальный человек. Мне хочется любви. Хочется отношений нормальных, человеческих. Это помогает жить. Это тонизирует. А нет ничего абсолютного. Ты пыталась им об этом говорить? Конечно. Нет? Ну, абсолютное непонимание, отговорки и просто уход от этой темы. Как Алферова сказала, говорит, Бог, говорит, наказал меня красотой. Это наказание, наверное. Скажи, пожалуйста, ну, выезжают лучшие девчонки или не лучшие? Да разные выезжают. Абсолютно разные. Бывают супер выезжают женщины, бывают простенькие. Ну, в общем, желание это у всех одно, чтобы нормально жизнь сложилась. Вот так прямо корыстно, с какими-то корыстными целями. Ну, я думаю, если есть такие, ну, ну, это единицы абсолютные. А так нормальные женские желания. Иметь семью, иметь нормального мужа, иметь дом, иметь детей. Абсолютно нормально. Ты будешь выезжать в генофон? Молодые женщины выезжают, девушки выезжают. Обидно, жалко. Причем красивых много. Если бы все открутить на год назад, на два года назад. В чем проблема? Что просто непонимание моего мужа, в частности, того, что я живой человек со своей жизнью, со своей судьбой, со своим прошлым, со своими привычками и со своими желаниями. А мне в этом отказывают. Ну, в чем я могу быть виновата? Что я хочу жить, я хочу активно жить, я хочу любить. В общем, я еще не старая женщина, у меня еще много впереди. Ну, я надеюсь. А, да, вот тут дети. Я кормлю детишек, и вот они корябают, вырастают коготочки. Подрезать их очень сложно, они не даются. И вот приходится терпеть. Ну, они такие... Вот. Ну, они вырастут скоро, это пройдет, конечно. Это не угнетает, что ты в таком положении используешь или сама в таком положении? Меня угнетает, что меня используют. Что я вот в тюрьме, в одиночке какой-то. Вот это меня угнетает. Если бы у меня была свобода какая-то, ну, я бы распоряжалась своим временем иначе. Наверное, было бы не все так... Ну, не то, что трагично. Я не считаю свою ситуацию трагедией, Ну, скорее, это... это неудача какая-то. Что у тебя не получилось с первым выступом? А, там все очень простенько было. Там просто... Рыжий засранец. Какой? Попробуй. Рыдюня. Рыдюня Ред. Рыжий, обалденно рыжий. Зубы. Голливудская звезда. Попробуй. А! Потрясающе, да? О, у мастифов какие зубы. Это... Такие потрясающе красивые собаки. Обалденные. У нас мальчик есть. Я его называю Жаном. У него какое-то другое имя американское. А я его называю Жаном. Он француз. У него такие глаза. Сейчас попробуем. Позови Рекова. Рек. Идем. Что ты говоришь, Оль? Вот эта четверка выскакивает. Ага. Она нас ест? Вот они. Ты им скажешь, чтобы не выскакивать? Мои девочки сладкие. Мои умницы. Мои красавицы. Да, мои маленькие. Да, мои девочки. Мои рыбочки. Иди ко мне. Иди, моя сладкая. Моя патунечка. Моя девочка. Вот это Бигмэк. Это патунья. А это вот дочки этой патуньи. Ага. Грязные. Девчонки, какие грязные вы у меня. Дочь. Красавица, а. Так жалко доставаться. Ага. Моя девочка. Моя красавица. Моя. Моя девочка. Бигмэк. Бигмэк. Он что-то кашляет, вот я не могу понять, что с ним. Что с тобой, мальчик мой? Мой мальчик, мой мальчик. Оля, а ты их зови, чтобы они к тебе были. Бигмек, ну они так не пойдут, это же не домашняя собака. Бигмек мой, мой хороший. Ты моя сладкая, мне очки разобьет. Попробуй, позови их. Бигмек, бигмек. Да, мои девочки, да, мои. О, дождь, от вас еще дождь. Ну, день сегодня неудачный, конечно, абсолютно. Багира, все, продал. Что случилось? А двух собак увезли вчера. Продал. Продал. Почему он их продает, Оля? Загадка для меня. Видимо, готовится к разводу. Это очень дорогие собачки, три маленькие. Это королевские спаниели. Загадка для меня. Чудные, совершенно обалденные глаза, потрясающие. А это девочка, а это девочка. Софи Лорен. Ай, красивые. Жанно, 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 Жанно. Да, моя девочка. Ну, потрясающие. Ну, какие глаза. Сколько стоят такие собаки? Ну, тысяча долларов. Один. Взрослые. И щеночек тоже. Что ты сказал? Повтори. Повтори. Ай, красивый. Ай, красивый какой. На полном отъезде. На полном отъезде. Есть мой палец. Ну, ребятки, вам нельзя сюда в дом. У тебя есть своя мастербайджера тоже? так вот все рядышком все здесь вот здесь вот моя гардеробная здесь вот моя ванная здесь моя светелка ну в общем ко всему привыкает человек не знаю даже где в сарай каком-то жутко дайте потолки меня убивают абсолютно настолько какое-то нежилое все жизни нет в этом доме вот то что зеркала друг против друга то что вот эта галерея это вот очень меня не раздражает ну как-то неспокойно я не люблю вот такие пространства вот устроена здесь наверное нет здесь мне даже трогать ничего не хочется меня желание знаете в начале было у меня желание что-то изменить а сейчас нет сейчас желание одно скорее уехать здесь как-то вот мне кажется здесь даже ничего изменить к лучшему нельзя потому что вот смена мебели не изменит ничего а мужа это все окей да для него знаете когда я первый раз сюда вошла здесь были вот зеленое покрывало вот такой вот как на окне вот видите цвет жуткий это покрывало закрытые окна меня боял ужас вот такое ощущение что это была комната прощение спокойно не был шок я быстро все это поснимала потом купили вот светлое белье все это я убираю но вообще жуткое впечатление ой то не надо здесь вот туалет ванная я не могу привыкнуть к американским ваннам они такие маленькие необычно конечно для нас все вот там совершенно убогая гардеробная и там страшно свою одежду оставлять но другого места нет здесь гардеробная такая страшная мне страшно тут одежду держать на другого места нет здесь и холодно бывает зимой но здесь не отапливается и запах застоял и какой-то немножко я все время держу эту дверь открытой в общем то это все детали ерунда главное другое мой мальчик то мой сладкий аппетит прекрасный у ребенка красавчик мой че какой красавчик ну обалденные они просите я просила карниз купить но это так утонуло вообще я прищепками в конце концов для временного жилья до на гастролях было не такое так что это все такая ерунда заставляет голову пустой делает абсолютно ни в чем не думаешь это самое вообще чудное что у меня здесь есть мой ребенок моя собака продать ему здесь 10 лет сейчас ему будет 20 но общие черты лица сохранил у него мои глаза а все остальное папина вот а это вот мой нельсона потрясающе красив просто на балдена красив вот он тоже в россии ждет меня ну вот этот вот коридорчик такой своеобразный это вот манера то вот здесь вот стиральной машинки да это вот манеру покраски стен у меня крайне говоря убивает я не понимаю вот этого ну это не мои стиральные машины тестеральные машины моего мужа я в них тоже стираю пока пока меня не бы да вот это вот техника мне очень не нравится это не мой стиль я не люблю такую вообще коридорчик такой ведет да вот это стиральные машины вот сушилка стиральные машины и вход в катакомбы вот мы здесь мы поработаем немножко мальчик мой а улечка все замечательно вот ребенок сделал свои дела я спокойно это хорошо вот здесь вот банны моего мужа а вот здесь его спальня вот здесь вот он живет вот это кстати одеяло так ну вот это вот living room большая такая комната это вот самая большая драгоценность большой телевизор этот контейнер для щенков то есть когда их перекладываю там что-то на кухне готовлю тут все обычно убогонько но ничего тепло есть вода есть спасибо и на том так что девочки это не дворец не ждите что вас ждут дворцы чаще бывает такое что 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 нужно делать с одной поем я давно не ела так нормально то что некогда готовить не успеваю просто так вот стул за ним едят вот это стоп на нем сидят кстати светлеет на улице собачек уже нет вчера продали за мы встретились действительно так что ничего страшного если мы обе лучше чтобы она не видела в том что мы можем его обратно если захочет тогда мы достанем если захочет он сейчас очень насторожек идиотство я говорю как у взрослых вот у всех жена и у меня будет жена вот зачем он женился мне непонятно а я не знаю может быть женщина может быть мужчина единственное что меня интересует женщина или мужчина и что возьми меня возьми меня к рестораде ну это я продержусь конечно я замуж то уже не хочу ведь вот чем дело я боюсь уже я боюсь уже замуж выходить еще раз не страх уже есть после такого счастья одна вообще ее звали она была скрипачка учитель за музыки приехал сюда вот значит у нее подруга вошла замуж сюда а будет писать у них там хрящи восстанавливаются после этой гимнастики я знаю еще какой-то там дыхательная потом они меня все просит написать вторую часть книжки и я понимаешь пишу но это все за счет здоровья я сижу пишу я же сплю по 4 часа в день я знаю это очень хорошие хорошие а я все время по телевизору у меня русское телевидение стоит слушай каков какой не программе я не знаю программы как программа какая значит у них программ сейчас они увидят новости и прямо ко мне присылай сразу жену ко мне сразу на большая ложка есть и прячу потому что он пытается тоже собака да мне уже скоро запах обалденный у нас там плохо русский или грузинский узбекский наверно армянский армянский точно совершенно так слушай у нас еще столько отлично то есть праздник удался да вот и вы миша а ты никогда не сидел на телефоне не обзванивал не собирал информацию вот у пользователей нарцебяй а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...